Веселиться и ликует весь народ 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 Веселиться и ликует all Веселиться и ликует все которые улицей, Чеховым горжусь, всем горжусь. И даже украинцами горжусь, которые были в вашей стране. То же самое, все патриоты, которые не Бандера, которые были в Атутины, все-все-все. Все люди, я горжусь теми, потому что я считаю это теми людьми, которые и так, как и ваши, так и нашим. Потому что я не вижу разницы между мной и вами. Где-то что-то пошло не так. Да вот что-то не так пошло. Я про это. А самое интересное, знаете что? Вот я, у меня мать украинка, отец русский. И мне обидно. То, что вот так берут и выжимают из нее все. Остается только кожура. Это последние 30 лет жизни Украины. Тоненькая такая прослойка. Там Порошенко, кто там у нее в этом слою. Там великие достижения. А все, что было внутри, начинено. Великой истории уничтожили. Убили, выжили, споганили, растоптали. И выкинули. Вот это класс. Вот это, блин, понимание мира. Ладненько. Дорогие дружище. Я хочу вам пожелать хорошего-хорошего. И так бы подумайте о том, что я сказал. Что думать? Я об этом уже думал давным-давно. Знаете, когда я немножко не понял одесситов. Знаете, вот секунду. Вы извините, я скажу, я скажу, пока есть мысль у меня осталась. Впервые, когда я подумал, неужели это произошло в Одессе, когда людей сожгли. Когда людей сожгли. Я думал, одесситы уничтожат вообще тех людей, которые это сделали. Не то, что уничтожат, хотя бы их поймают и посадят. Так никто ничего не сделал. Как будто бы так и надо было. Когда погибло 42 человека. Да. Да. Если, допустим, хотят людей винить в чем-то, арестуйте их. Сделайте суд и посадите. Если бы в Одессе было после этого то же самое, что в Донбассе, погибло бы тысячи людей. Не обрадывайте себя. Не было бы ничего такого. Если бы люди остановили бы это все. Поймите правильно, я просто в шоке. Я понимаю, что пытались таким действием запугать одесситов. И это они сделали. Вот эти вот ублюдки это сделали. Они запугали одесситов. Да. Я согласен с вами. Нет, если бы это не сделали, был бы Донбасс, номер два, это Одесса. В Харькове тоже там погибших. Вы не считаете, сколько метро погибло? Когда через метро проходили вроде два Майдана. Харьков. Я не в курсе этого, я не знаю, честно говоря. Я поинтересуюсь. Я выясню. Вы знаете, в чем проблема? Смотрите, знаете, вот я хочу, скажу свое мнение. Вы можете согласиться с этим. Нет, вы извините, конечно, что я вас перебиваю. Просто как бы я сейчас хочу уже заканчивать с этим разговором. И вообще с рулеткой. Я устал уже от разговоров. Знаете, чего вот я хочу сказать? Вот мою версию, послушайте. Я вот увидел, у вас был в стране переворот. Все его называют революцией. Но это был переворот реальный. Единственные, кто вправе себя называть украинцами, это Донецк и Луганск. Харьков и Одесса. Кто выходил против этого переворота. Потому что это было незаконно. Это было... Растоптали вы свою конституцию. А эти люди стояли за конституцию, чтобы были выборы. И чтобы было возможность проголосовать. Их лишили этого всего. И уничтожать начали. Потому что им нужно было закрыть им рот. Если бы были выборы, не было бы Порошенко. Был бы другой человек. И не было бы этого Турчинова. Потому что никто бы это не выиграл. Потому что вот эта маленькая куча вот этих вот говняков, которые испортили всю страну. А теперь из этой страны вытаскивают нутро, выворачивают на живую. Уничтожают и оставляют только оболочку. Чтобы потом говном, всяким дерьмом ее напихать. И вот на данный момент это происходит. Извините. А вам как в соседней стране не пофиг, что вы здесь говорите? Нам нравится этот президент, который сейчас в Зеленской. Слава Богу. Слава Богу, что вам это все нравится. Но знаете, я много раз ездил в Украину. Постоянно ездил. И знаете, когда я ездил в 2013 году, и был последний раз. И когда я выезжал с Ростовской области и заезжал в Луганск. Ну, не Луганск, а заезжал в Мариуполь. Ну, Луганск, да, это получается. Или Донецк. Донецкая область. Вот до Мариуполя была дорога нормальная. По городу на Мариуполь. Это была ужасная дорога. А когда ты переезжаешь от Мариуполя до Запорожья, ее вообще не было. По сравнению с ростовскими дорогами. А у нас не лучшие дороги. Лучшие дороги в Краснодаре. В каком году вы были? В 2013. Вот, это при Януковича было. Да. Так вот именно. Послушайте внимательно. Да, слушайте. Слушайте внимательно. Зеленский пришел. Послушайте. В 2020. Я уверен, что до 2020 вообще их не делали дороги при Порошенко. И вы говорите о том, что, а, какое достижение сделал Зеленский. Он построил дороги. Ребята, у нас в стране уже 30 лет дороги идеальные. А у вас только в 2020. Мы их только ремонтировать начали. Вы о чем говорите? Я когда приезжал в 2013 году, я попадал в 90-е. Понимаете? Я заезжаю на Украину. И я такой, ни хрена себе. А у вас там разруха. Разруха. Реальная разруха. Понимаете? А сейчас что-то наши солдатики говорят. Все наоборот. Они только учат. Это врут вам, ребята. Вам все врут. Я лично был в Украине. Я лично приезжал. И у вас реально разруха. По сравнению даже с Ростовом. Ростов не лучший вариант. Заедьте в Краснодар. Там посмотрите, что творится. Там Швейцария будет. Швейцария. В Краснодар заедьте. Сегодняшний день. Объясню. Сегодняшний день. Заедьте в Краснодар. Там Швейцария. Извините. Я через Харьков. Курск. Воронеж. Да. У вас там вот эти трассы какие. Да. У вас они как называются. Федеральные, да? Да. Они еще есть. А только съезжаешь с этой, бляха, федеральной трассы. Куда-то уже от Москвы чуть-чуть подальше. Дерьмо дерьмом, блядь. А там нет никаких асфальтов. Там ядовки, как и у нас. Не рассказывайте мне о том, что в Краснодарском области. Не знаю, не знаю, не знаю, не знаю, не знаю. Я свой опыт передаю вам. Понимаете? Свой опыт. Я не знаю, как вы ездили. Это может ваш опыт. Но на самом-то деле. Вот смотрите дальше. Вот откройте в интернете. Наберите Ростов. Комплекс Ересаева. Строительный комплекс Ересаева. И посмотрите, какие города, город в Ростов в данный момент сегодня. Знаете, что еще задумал вопрос? Вы в Донбассе, в России была 8 лет. В Крыму то же самое там, да? Что изменилось в Донбассе? Что изменилось в Крыму? Посмотрите, Донбасс, подожди. Донбасс, Луганск, это отдельные республики. Это даже не Россия. Сегодняшним днем она Россия стала. Там ничего не делается, естественно. А в Крыму, извините, там все новые дороги, в городах, везде новые дороги. Построили в Крыму больше тысячи детских садиков. Больше тысячи детских садов. Ребятки, вы посмотрите, что в Одессе построило за эти годы. У нас в Ростове за последних... Смотрите, в Ростове за последних 8 лет построили 5 мостов через реку. Ну и шо? Ну и шо? Да ничего. Ну, чем факт? У нас тут что-то сделали, я не знаю, не обращаю внимания. Движите же вперед, да и нормально. Ну знаете, я хотел бы пожелать всем нам добра и счастья, чтобы мы не расстосорились, а наоборот мирились и помирились. И другу не доказывали, кто виноват в чем-либо или еще что-то. А пришли к тому, что сели и поговорили. А по оружиям мы не договоримся. Согласен. Тогда надо менять мировоззрение с вашей стороны и с нашей. Не хуликосик друг друга. Объясню. Мировоззрение мое никогда не поменяется по отношению Бандеры. Никогда. Никогда не поменяется. Ребята, зато у вас на сегодняшний день больше 50 улиц в стране, названной именем Бандеры. Вашу Путину памятники при жизни уже тоже. Нет памятников. Есть только одна улица в этом. Единственная улица, которая есть в стране именно Путина, это в Чечне. Потому что ему это поставили за счет, за то, что он прекратил войну, остановил войну в Чечне. Вторая война, когда была, это была остановка войны в Чечне. И это была договоренность, и пошли они с Кадыровым для того, чтобы восстановить мир. И они как бы от себя, от себя решением, там больше 100 тысяч подписей людей подписались за тем, чтобы в городе, в городе именно в Грозном была улица Путина. Все. И то Путин просил этого не делать. Там была гражданская война. В Чечне была гражданская война между двух сил. Понимаете, чеченцы против чеченцев воевали. А у нас сейчас в Украине кто против кого? Украинцы против украинцев. Ну, это после 22-го или 24-го, когда уже было подписано. Когда признали эти две республики и подписали договор о взаимодействии и помощи военным противостояния. Все. И это официальные документы. Ни один мировой суд не смог ничего сделать. Все говорят, все по документам идеально, правильно. В соответствии устава ООН. Все. Я просто хочу вам сказать, что единственные правильные украинцы это Донецк и Луганск. Это те люди, которые поддержали Конституцию и не дали ее разрушить. Вот и все. А у вас в Украине другая часть Украины. Она уничтожила это. А почему Янек свалил? Да он и свалил, чтобы пункт 4 не был выполнен в Конституции. Как сменить президента, чтобы его не убили? Он просто убегал. Потому что за ним шли по пятам и хотели его убить просто. Просто убить. Потому что смерть президента, это значит смена власти. Без выборов. Поэтому и то неправильно сделать. Должен был премьер-министр принять участие. Азаров. Азаров должен был стать исполнителем власти. А там вообще какой-то хер непонятный с Майдана. Кем он там был в Думе? Турчинов. Его каким-то образом запихнули, нарушив все правила Конституции. И этот же чувачок 15-го, извините, объявил АТО и отправил войска. А должен был отправить в Донецк милицию на ведение порядка и переговорщиков. Все. А войска отправил. А это, извини, это уже преступление. В Крым кого надо было отправлять? В Донецк Луганска. В Крым он никого не отправлял. Потому что в Крыму были русские войска, находились. А в Донецк Луганске что были? Лилипуты были? Нет, не были. Поэтому туда и направили. Потому что, извини меня, они бы туда не поехали, если бы там были русские войска. Ни одного доказательства, ни видео, ни фотографий нет о том, что были русские войска. Ни одного. Найдите мне в интернете хоть одно доказательство. Ваш президент паспортами тряс. Вот, это русские войска. А вы знаете, что мы, когда у нас солдаты идут на службу контракта, они паспорта сдают в военкоматах. У военных нет паспортов в России. Уехают только удостоверение. Там есть военные билеты. Да, но не паспорта. А ваш президент демонстрирует паспорта. Это русский. Кто? Мне такое чувство, что у вас там Путин сажает эту чатрулеску, специально какие-то батальоны, чтобы промывать украинцам мозги. Да не, я свое мнение вам говорю. Ну, так мне кажется, что ваше мнение очень часто повторяется на всех, у вас всех таких же умных людей, как вы. А вы не думали, что это правда? Сомневаюсь. Я здесь живу и знаю, что это правда. Я понял. Ну, знаете как, немножко пройдет времени, вы, наверное, поймете, что происходит. Я вам немножко объяснил свою позицию. Я выслушал вашу позицию, что вы как бы не согласны с этим. Но поинтересуйтесь просто, полазите, попробуйте, смотрите, какая конституция нарушалась. Посмотрите, какая у вас конституция. Почему убегал президент? Одну минуту мне дать. Да. Одну минуту мне дать. Ну, да. Смотрите. Вас сейчас, я смотрю, со стороны Украины тоже там беспорядки. Тоже люди хотят выказать свое мнение. Им не дают. Их лупят. Только не перебивайте, пожалуйста. Лупят, бьют. Это там какие-то, вот этот, как его, с Хабаровска, мужичок такой там солидненький. Его там люди поддерживают. Ни хрена, завалили, закрыли. А если китайцы придут, сильная страна, и скажут Хабаровск, это будет уже так, как они скажут. И помогут китайцы, помогут Хабаровску. Понимаете? И тоже поставят свои войска. Слышь слово Путя. Ты сюда не лезь. Мы тоже хотим, чтобы эти люди были, свое мнение имели. Понимаете? А вы про вот этого парня, секундочку. А вы про парня из Хабаровска все знаете? Вы знаете, почему его посадили? Знаете, почему? Знаете, почему его посадили? Вы про Януковича все знаете? А? Вы про Януковича все знаете? Да про Януковича я знаю. Мне он вообще не интересен. Я смотрел вашу конституцию. Так послушайте. Я смотрел конституцию. Она была нарушена. Янукович, может быть, он очень плохой президент. Хотя этот президент получил инвестиции с Китая, хотя этот президент хотел строить огромные порты для того, чтобы был путь так называемый, знаешь, китайский шелковый путь, он смог договориться. А когда пришли все остальные, они все это порушили, все уничтожили. Китайцы отказались от вашего завода, который вы просто кинули их на деньги, понимаете, в Матерсичи. Верфи должны были китайцы в совместном предприятии работать в Николаеве. Все нахер расхерячили. Китайцы собрали свои вещи и уехали. По простой причине, что не с кем договариваться. А вот Янукович договорился. Договорился. Привез инвесторов. А? У Янока была вот одна проблема. Какая? Да какая вам разница? У вас доллар был по 8 гривен. Да, у нас треклышка была по 2 с чем-то еще. Так вот, я же о чем говорю. У вас экономика работала? Работала экономика. У вас были рабочие места. У вас заводы развивались. На времена Януковича я видел, как предприятия обувные в вашем регионе, в Запорожье, в Одессе, компания АЭС, там есть такое производство обуви. Они как на грибах развивались, как на дрожжах росли. А я когда с ними познакомился, это была маленькая компания. А когда уже в 2013 году, это была огромная компания. А сами сказали, что были в каком-то году? В 2013. Их просто не было. Он просто не было. Сейчас дороги есть по Харькову. Но работы нету. Нету предприятий, понимаете? А предприятий нет. Есть. Все работает. Ну, слава богу, великолепно. Я не возражаю. У нас порты работали. Мы торговали со всем миром. Шикарно. Шикарно. Я же про что говорю. Я говорю не про то, что мы сейчас уже говорили за Донбасс. Я вам объяснил, что вот моя позиция такая. Вот Донбасс такая ситуация. И вот если по закону смотреть, да? Вот именно по закону. Не просто я хочу так, а по закону. По закону именно Донбасс. До сегодняшнего и Луганск. До того момента, пока они не отсоединились. Они именно защищали Конституцию Украины. Понимаете? Защищали ее. А со стороны Киева было нарушение. Поэтому из этого и Крым ушел. Потому что там власть поменялась, а власть незаконная. Вот и все. Крым ушел первый. А Донецк? Да потому что власть незаконная. Поймите правильно. В стране нет власти, нет правительства. Вы понимаете? Нету правительства. А Крым это, извините меня, это автономная республика. Вы знаете, вы меня сейчас отчитываете просто не за что. До 23 числа этого года я был с вами солидарен на один в один. Но после того, как началась эта полумасштабная война с Украиной, я перестал... Секундочку. А вы знаете, как вот... Вы нормальный мужичок. И как бы мы нормально общаемся, не ругаемся. Я просто... Я вас не отчитываю. Я просто... Ну, я так разговариваю. Я такой человек эмоциональный чуть-чуть. Я вам просто такую вещь скажу. Смотрите. Вот... Если взять обычную там бытовуху, да? Вот обычная бытовуха. Есть там, допустим, договоренность. Есть одна территория, в которой все вместе находимся. Вот, допустим, какое-то предприятие, да? И есть огромное предприятие. И есть маленькое предприятие. А находится она по одному адресу. По одному адресу. И вот в этом большом предприятии, который очень плотно работает с маленьким предприятием, меняется руководство, и начинается бардак. И вот этот, который маленькое предприятие, говорит, да ну нахер. Взяли, блядь, выделили свою территорию, забор поставили и отделились от территории. Не хотим с вами иметь дело. Начали работать с другими. Вот что и произошло. Это примитивно. Это я примитивно, я просто примитивно это говорю, понимаете? Принцип такой произошел. Там произошел полный алис. Полный пиздец. И при том, а почему еще произошел? Почему начали делать в этом? Когда побили автобусы, которые ехали с Майдана, просто догнали и уничтожили, пожгли. Подождите, люди вернулись в Крым. Говорят, нас по дороге расхерячили. Народ собрался, начали требовать от людей, ну от правительства, что за фигня, что происходит. И тут со стороны Киева по телевидению начинают говорить о том, что сейчас мы вам отправим поезд дружбы. Естественно, люди говорят, а тут воды все сожгли людей. Ребятки, да ну нахер. Хуяки все. Понимаете? Ладно, понимаю. И вот, и поэтому я приветствую того, что не было бойни в Крыму, потому что так произошло. Они молодцы, что они так сделали. Была бы такая бойня, вы не представляете, похлеще, чем сейчас. Похлеще, чем в Донецке, если бы Россия не зашла. А в Донецке, извините меня, у вас 14 марта зашла войска, уже на территорию Донецка, вспомните, что там происходило. Да, вот людей останавливали руками танки, а 14 апреля только Гиркин появился, потому что он пришел в помощь этим людям. И то было, извините, из Крыма, когда он зашел, было всего два русских человека, остальные украинцы. Ну, я пожелаю вам здоровья, счастья, не болейте, семье здоровья, чтобы не было никаких проблем. И вот задумайтесь все равно, что происходит у вас. Не верьте, и мне не верьте, и никому не верьте, а сами постарайтесь разобраться в этом. Я просто свое мнение, не в этом, не причина в том, что мы пришли, мы пришли защититься от этого всего. Мы пришли защититься от этого всего. Да, чтобы не было на нашей территории этого, понимаете? До свидания, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok